Неделю назад в свободном доступе оказалась самая добрая MMORPG современности, получившая название Палия. Проект привлек внушительное количество внимания на западе, но слава обошла его стороной в нашем регионе. Тем не менее, по сети уже распространяется шутка, что совсем скоро выйдет первый в истории жанра убийца Палии. Игра конкурент получила звание самой милой MMORPG, и похоже, что она не так проста, как может показаться на первый взгляд. Звучит интригующе, не так ли? Однако, прежде чем мы перейдем к разбору, мне бы хотелось передать слово моему постоянному спонсору. Как известно, там, где собираются двое, сразу возникает экономика. Поэтому, едва появились первые онлайн-игры, народ тут же принялся строить виртуальный капитализм. Сначала все торговали на доверии, вскоре это царство лохов, то есть молодой рынок, наводнили мошенники всех мастей, тут же превратив его во что-то среднее между Диким Западом и Вестеросом. Все норовили развести всех, прежде чем разведут их. В результате мораль в комьюнити падала, а подозрительность напротив росла. Так появились гаранты. Они предлагали проследить за тем, чтобы и продавец, и покупатель в результате получили обещанное, и никто никого не обманул. Но у одних гарантов навык мошенничества был прокачан настолько, что позволял кинуть обоих участников сделки сразу. У других же комиссия была такая дикая, что это почти напоминало кидалово. Да и мир не стоял на месте. Новые игры выходили постоянно, и в каждой была своя валюта, ключи от кейсов, питомцы и прочие золотые автоматы. Ну и, конечно же, свои 120 уровней, которые нужно было вкачать. На поиск нужного предмета или услуги теперь требовалось времени больше, чем, собственно, на игру. Приходилось сидеть в тематических форумах, ловить предложения и при этом еще следить, чтобы тебя не кинули. Затем появились магазины. Торговать стало безопаснее, но их ассортимент вызывал смех, заказы обрабатывались медленно, зато наценка была конская. Короче, гроб, гроб, кладбище, гейм-овер. Но это пока биржа фанпэй не появилась. Эти ребята вместо людей посадили роботов, чтобы те обработкой заказов занимались. Кормить роботов не надо, так что и комиссию за сделку установили небольшую. Потом прикрутили контроль безопасности, как гарант только кидать не умеет. Ну и ассортимент расширили настолько, что магазинам только локти кусать остается. А главное, даже если у одного продавца нужный товар закончился, его можно попросту взять у другого. Короче, больше никакой головной боли. Только фан, профит и любимые игры. Нежданно-негаданно для всего мира в самом начале декабря 2022 года разработчики из никому неизвестной компании Low Kick Studio анонсировали новое экшен MMORPG с элементами песочницы, которое получило название World Shards. Вместе с этим событием в сети появился и первый ролик, посвященный предстоящему игровому процессу, активностям, а также занятиям, которым нам предстоит посвятить свое свободное время. Пока сообщество знакомилось с небольшой новинкой в жанре, команда разработки поведала сообществу о том, что они трудятся над своим собственным проектом уже достаточно давно. И первые наработки были созданы еще в далеком 2019 году. За этот промежуток времени небольшая команда из нескольких человек разрослась до полноценной студии, а также благополучно нашла постоянный источник финансирования, который позволил продолжать работу над этой игрой. Обычно в ситуации с онлайн проектами является нормой, когда разработчики анонсируют свой продукт, а после этого исчезают из поля зрения. Однако World Shards пошла по иному пути. Уже 23 декабря 2022 года появилась внушительная статья, которая содержала подробности про предстоящий релиз. Команда рассказала про контент, над которым они работают, а также описала активности, которые будут доступны широкой аудитории. Кроме этого, в статье нашлось место для того, чтобы упомянуть недавний переход в альфа-тестирование, который, собственно говоря, и сопровождался официальным анонсом. Тем не менее, каких-то технических подробностей не рассказали, и даже про экономическую составляющую ничего сказано не было. Зато любопытные подробности оказалось возможным обнаружить на официальном сайте игры, где можно было познакомиться с перечнем разработчиков. Оказалось, что создают это MMORPG выходцы из нашего региона, многие из которых успели потрудиться в таких компаниях, как Wargaming, Nival Online, Innova, Mail.ru и многих других. В перечне же игр, над которыми трудились представители студии, найдется место и Black Desert Online, и Allodom, и Heroes of Might and Magic 5, и World of Tanks, и Lineage 2, и Ragnarok, и Ref Online, и многим-многим другим. Абсолютно феноменальная ситуация, ведь по сути своей мы стали свидетелями работы над первым за долгие годы классическим MMORPG в нашем регионе, пусть компания и находилась все эти годы за рубежом. Самое же интересное заключается в том, что локализация на Великий и Могучий официально заявлена, а официального издателя у проекта нет. Low Kick Studios сами и разрабатывают продукты, и сами планируют популяризировать его в массах с помощью платформы Steam. Более того, хотя процесс разработки уже на тот момент достаточно сильно затянулся, но в свободном доступе не оказалось набора для предварительного заказа или иных способов монетизации. Сама же компания вскоре после демонстрации своего продукта ушла в стазис и перестала публиковать какие-то новости в свободном доступе. В сети ходили слухи о том, что проект оказался заморожен или даже полностью закрыт, но неожиданно для всего мира 14 августа 2023 года состоялась презентация нового трейлера игры, который одновременно с этим стал приглашением на участие в закрытом бета-тестировании, проведение которого должно состояться уже в самое ближайшее время. Тем не менее, вышедшее видео стало примечательно далеко не этим, а неожиданным улучшением графической составляющей. Да, если ранее мы могли видеть исключительно кубических человечков и достаточно низко полигональную графику с характерным кубизмом, то после демонстрации нового ролика мы смогли заметить значительный рост в визуальной составляющей. Кстати, само закрытое бета-тестирование игры должно состояться до конца этого года, а релиз запланирован на 2024. С другой стороны, сделать качественную картинку это только полдела, сможет ли этот проект удивить нас своим игровым процессом. World Shards это очень необычное MMORPG, которое достаточно сильно выделяется на фоне всего, что нам приходилось видеть в индустрии последнее время. По сути своей, очередной эксперимент, коих мы разобрали на этом канале великое множество за последние месяцы. Всё дело в том, что мир, в котором нам предстоит существовать, пережил апокалипсис. Мы не станем его свидетелями, а лишь сможем попытать удачу и выжить в постапокалиптической вселенной. Так сложилось, что незадолго до нашего появления, он пережил ужасный Котаклизм, который расколол планету на миллионы отдельных кусочков, которые тем не менее сохранили свою атмосферу. Следствием этого стало полное разрушение основ цивилизации и разделение всех местных жителей по небольшим группам, которые всеми силами цепляются за своё выживание в недружелюбной среде. Мурландия, а именно так называется этот загадочный мир, наполнен огромным количеством невероятно мощной и опасной древней магии, а оставшиеся от него осколки представляют из себя не что иное, как небольшие парящие острова, которые разделены бесконечной зияющей пустотой. Хотя Мурландия и была населена изначально милыми, пушистыми, а что ещё важнее, мирными созданиями по имени Мяуклы, произошедший Котаклизм внёс свои коррективы. В связи с этим в нём начали появляться другие жители, которые стали материализовываться в него из-за смещения магических потоков. К примеру, весьма значительной группировкой стали Варги, раса собакоподобных существ, которые в отличие от исконных обитателей этих земель привыкли жить войной. Благодаря открывшимся возможностям, они приняли решение полностью перебраться на просторы, пусть и разрушенной, но всё ещё плодородной планеты, которая могла бы дать им возможность для дальнейшего существования, ведь их родной мир целиком и полностью истощился, оказавшись в результате на грани уничтожения. Кроме этого, Мурландия стала населена множеством различных чудовищ и монстров, которые попали на её обломки вместе с приходом волшебной бури, возникшей в ходе Котаклизма. Часть из них опасна, а оставшаяся очень опасна, что в свою очередь делает путешествие по этому миру не самым приятным делом. Игрокам же придётся взять на себя роль людей, единственной играбельной расы, которая, как и многие другие, оказались здесь в результате упомянутых событий. В отличие от других проектов в жанре фэнтези, человечество начало затягивать в эту вселенную прямиком из наших дней, с планеты Земля, а поэтому далеко не все оказавшиеся в этом мире приспособлены к жизни в нём. Более того, нет и какой-то однозначности в человеческом обществе, ведь часть из попавших на Мурландию людей откровенно агрессивны и опасны, а другие, наоборот, пытаются вести существенно более мирный образ жизни. Самое интересное заключается в том, что большая часть окружающего нас мира буквально бесконечна. Часть островков обитаемы или находятся в так называемой обитаемой зоне. Это означает, что неподалёку встречаются живые, а что ещё важнее, разумные существа, с которыми можно вести диалог или, как минимум, не сильно опасаться за своё здоровье. Однако, отдаляясь от места своего появления, мы рискуем столкнуться с большей частью разрушенной Мурландии, которая представлена бесконечными просторами диких осколков. Они заселены опасными чудовищами, лишены карты и до нашего появления не были изучены. Путешествия по ним сопровождаются огромными опасностями, а полученная в ходе их изучения добыча может оказаться гораздо ценнее всего того, что нам удавалось добыть ранее. Проблема заключается в том, что двигаться между плавающими островками земной породы достаточно затруднительно. Да, на некоторые получится перебраться по сооружённым мосткам, а другие станут доступны нам в результате перемещения по небольшим осколкам. Однако, большая часть из существующих обломков потребует от нас решения крайне сложных головоломок или наличия ряда предметов, позволяющих соорудить переправу. Осложняет дело ещё и то, что все без исключения крупные города были разрушены в ходе катаклизма. Единственное крупное поселение было возведено людьми вскоре после перемещения в этот мир, а вот выбираясь за его границы, лучшее на что мы можем надеяться, это небольшие лагеря и общины, которые принадлежат объединившимся местным жителям. Некоторые из них могут быть враждебны по отношению к нашему персонажу, другие нейтральны, а третьи вполне дружелюбны. Самое интересное заключается в том, что мы можем налаживать отношения с окружающими нас персонажами, и даже изначально не дружелюбные по отношению к нам противники, но обладающие разумом, могут подружиться с нашим героем, если мы предоставим им какие-то интересующие их предметы. Да, стать другом всех существующих наций не выйдет, ведь многие племена и общины будут иметь строго противоположные интересы, или даже вести вражду между собой, но найти союзников в ходе своих путешествий, а значит обзавестись небольшими убежищами на своем пути к диким осколкам, будет возможно. Заниматься же этим по понятным причинам будет существенно удобнее в команде. Найти спутников в пути это конечно удобно, но гораздо лучше обзавестись полезными знакомствами в столице человечества. В ней вы не только сможете заняться ремеслами, с помощью которых можно будет производить экипировку и крайне ценные предметы, которые предстоит расходовать в ходе ваших путешествий, но и обмениваться с другими пользователями. Учитывая же, что при особых успехах вы сможете получить в свое распоряжение крайне редкие артефакты, для которых может и не найтись подходящего покупателя, вы всегда сможете прибегнуть к помощи аукциона. Главное помните, что социальный элемент будет играть довольно важную роль в рамках World Shards, ведь группа опытных товарищей или коллектив, который уже неоднократно участвовал в экспедициях, позволит вам быстрее продвигаться по карте мира, а что еще важнее, бросать вызов чудовищно опасным противникам, как говорится, мировых боссов никто не отменял. В этом вопросе игровой процесс построен таким образом, что вы сможете использовать абсолютно любое из существующих видов оружия. Проще говоря, ваш персонаж сможет освоить и лук, и копье, и меч. Все зависит исключительно от ваших потребностей и интересов в сражении, а также от противника, с которым предстоит биться. Хотя нужно отметить и то, что в нашем распоряжении окажется не только грубая физическая сила, но и полноценная магия, которая здесь представлена отдельными способностями. Применять их придется часто, а поэтому будьте готовы строить правильные ротации, и с умом раскладывать ваши таланты, дабы сделать своего персонажа ощутимо сильнее. Правда, не стоит полагать, что экипировку будет легко получить. Какие-то базовые предметы можно будет выменять у местных торговцев, но действительно качественные элементы брони станут итогом победы над опасными боссами, или результатом производства. Если вам удастся обзавестись своим собственным осколком достаточно большого размера, чтобы разместить на нем не только свое жилище, но и ряд станков для производства, вы сможете создать элементы экипировки полностью самостоятельно. С другой стороны, вам никто не запрещает отправиться в дикие земли и найти там крайне редкие предметы, продав которые вы сможете приобрести недостающие части брони на упомянутом ранее аукционе. Единственное, чем вам точно будет полезен собственный участок земли, это возможность разбить свою собственную ферму, которая откроет вам возможность к производству различных реагентов для создания пищи и алхимических эликсиров, необходимых в наиболее опасных экспедициях. Этот процесс не будет занимать слишком много времени. Кстати, не забыли разработчики и про сражения между игроками. Да, поначалу может показаться, что мир World Shards достаточно дружелюбен, что в целом неудивительно, ведь мы говорим про второе в истории жанра MMORPG с акцентом на социальную составляющую. Однако напасть на другого человека не выйдет только в известной зоне. Если вы найдете другого пользователя за ее пределами, на тех же самых диких осколках, вы всегда сможете атаковать его и получить определенную награду в случае победы. Так что при всем своем ориентире на мирное сосуществование и кооперативный игровой процесс, имеющий в своей основе строительство, личного жилища, фермы, профессии и изучение окружающих нас просторов, имеется место и для весьма драматических ситуаций. Как вы можете заметить, World Shards очень сильно напоминает проект от компании Singularity 6 под названием Palia. Только в отличии от него, он предлагает еще более забавную и по-своему милую концепцию, где люди тоже являются сторонней расой, которая попала в неизведанный для нее мир. Однако, если недавно вышедшая MMORPG предлагает нам полностью мирный игровой процесс, обсуждаемый сегодня проект оставляет место для отыгрыша роли, а поэтому вы можете быть как вполне себе добрым человеком, который стремится заключить мир со всеми окружающими, так и тем самым негодяем, который всегда рат ограбить проходящего путника или напасть на него из-под тишка. Да и базовый функционал здесь существенно шире. В такой ситуации у вас может возникнуть вопрос, а стоит ли ждать World Shards? Ответ на него окажется чрезвычайно субъективным. К счастью, все субъективное на этом канале мы оставляем на откуп комментариям. На этом я заканчиваю свое видео. Если оно вам понравилось или было полезно, обязательно поставьте ему лайк, а также поделитесь своими впечатлениями в комментариях. Кроме этого, пожалуйста, не забывайте про подписку, ведь она действительно сильно мотивирует меня к скорейшему выпуску нового контента, а вам позволяет своевременно получать оповещения о его выходе. Заранее спасибо за вашу активность и до очень скорой встречи!